Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семена Чемодана, с вами я Соловян, мы в полном составе, находимся мы в Керчи, здесь остановились на несколько дней, где остановились, посмотрите в предыдущих видеороликах, сегодня мы приехали в центр Керчи, чтобы покорить вот эту вот наикрутейшую классную лестницу Митридатскую, она называется, последний раз мы делали на нее восхождение в 19-м году, но тогда она была на реконструкции, сегодня она уже сделана, принимает туристов, но пойдем чуть попозже, потому что она спит Мирончик, а начнем здесь с площади, пройдемся в сквер, посмотрим море, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Мы возле лестницы, получается, припарковали, здесь парковочка, а дальше начинается такой вот сквер, площадь, горит вечный огонь, памятник Ленин, аджимушканские каменного ломни написано, и здесь еще есть надпись, Керченская Феодольский десант, вот, ну естественно выбитые имена, те кто сражался, младший сержант, младший лейтенант, герой Советского Союза, здесь также есть карета, правда, к сожалению, там зарисовали все в ней внутри, такими фломастерами, еще есть реконструкция, вот, здание реставрируют, наверное, тоже скоро приведут в классный вид, вообще здесь на площади очень много реконструкций, вот, например, закрыт туда проход, вот, там была надпись такая большая, Керчь, вот, сейчас вот оттуда не пройти, там все под реконструкцией, смотрите, вот тут вот находится церковь Иона, вообще такая древняя, я не знаю, какого она века, но выглядит очень-очень древней, кстати, вот здесь вот в центре огромное количество достопримечательностей, древних каких-то раскопков, обязательно сейчас, когда поднимемся там, покажу вам старинный город, Пантикопей, да, он называется? Старинный, вот, тоже там, конечно, прогуляемся, но центр Керчи наполнен, вот, прям, историей, вот, обязательно приезжайте, погуляйте, а еще, если вы собираетесь в Крым, неважно, как с палаткой, либо отельный будет у вас отдых, хотите попутешествовать по Крыму с легкостью, с удовольствием, мы предлагаем вам наш авторский гайд, мы много раз путешествовали, что-то, открываем для себя новенькое, добавляем обязательно туда, там есть маршруты, рекомендации, лайфхаки, контакты жилья, где набирать воду, короче, куча важной информации, и также есть большой раздел для тех, кто соберется с палаточкой сюда. Как приобрести гайд? Есть ссылочка в описании под этим видеороликом. Переходите, приобретайте, изучайте, путешествуйте по Крыму с удовольствием, а мы продолжаем дальше гулять по Керчи. Здесь такая стелла еще стоит, Керчь, Корион, что-то не на русском написано, на английском, а дальше начинается сквер, шикарная теневая зона, вот она площадь, все так же метр, да, то есть мы вот здесь вот в округе гуляем, посмотрите, как здесь очень красиво, это Масенька, подписывайтесь на ее социальные сети, смотрите, все онлайн, а, кстати, вот она, эта церковь, здесь на баннере, сейчас тоже туда подойдем, потому что хочется ее увидеть как поближе, посмотрите, какая красота. Это, собственно, на баннерах все, что здесь есть в округе, распечатано. В этом сквере сразу есть магазин, крымская косметика, мы ни разу не покупали, Настя ни разу не покупала, я их собрал, напишите, как вам. Также есть доска почета, Керчь, город, герои, не знаю, кто эти люди, но занимают место на доске почета. Так, есть картины, продают, получается, такая туристическая теневая улица, здесь на самом деле очень свежо, на солнце просто плавимся, у нас в Героевке тоже сильный ветер сегодня, и мы решили как раз вот поехать погулять в центр. Посмотрим, как будет на вершине Митридата, наверное, там будет очень-очень тоже сильный ветер. Всякие магазинчики, кафешечки, но почему? Ну вот рыба-вино открыто, твоя веранда открыто, следующий магазин открыто, ну вот вход у тебя, вот даже люди сидят. Мы сейчас оказались в таком интересном месте, где можно рассказать много. Смотрите, те, кто задается вопросом, какую связь подключать, вот, собственно, в Крыму есть два оператора, ВИН и ВОЛНА, вот, на ваш выбор. Мы остались на МТС и просто подключили дополнительную опцию, где покупать еду, вот, магазин ПУД, ну, примерно аналог магнита пятерки, только ПУД. Здесь, кстати, вот все подсвечивается, видите, гирляндочки висят, здесь, наверное, вечерочком своя атмосфера. О, даже есть мято лаунг, Ильяс, привет, вдруг посмотришь выпуск. О, здесь хинкалик, да, можно зайти, да, обратно пойдем сюда, зайдем, наверное, пообедаем. Называется Старик Хинкалыч, вот, возможно, здесь покушаем, но посмотрим. Очень много здесь кофейных, серьезных? Смотри, нам дали, девочка дала, при заказе 600 рублей, предъявление флайера, получить 3 хинкали с мясом, деньгельное, выполнение к вашему заказу. Вот так вот. Вот эти вот, термин точно, да, есть пойдем. Потому что у них есть подарок, о, смотри, цены какие классные, Аджарская 275, мини. Вот как не, как похудеть, как не есть выпечку, когда, как не есть хинкали, вот, побили. Сейчас тебе, сейчас тебе напишут, сиди дома. Сиди дома, не гуляй. Езжайте домой, куда-нибудь. Они разные, смотри, есть. Мы ни разу не пробовали с тыром, хлебами. А вот есть банк, РНКБ банк, и еще есть Генбанк. Здесь вы можете снимать денежки. Мы, на самом деле, пользуемся постоянной картой Тинькофф. У нас и у Настенька есть карты, у меня есть карты. Здесь оплачиваем, здесь я уже снимал, тоже в предыдущем видеовыпуске показывал. Комиссию не берет, снимал 3 тысячи рублей. И небольшая вставка вам про Тинькофф, ловите. Я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке, порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите, и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! И вот прям чуть-чуть подальше прошли, в метрах 5, может 10. Вот собственно сам Генбанк. Запоминайте, кто поедет, особенно первый раз в Крым, для вас это будет очень актуальная информация. Банкоматов много, поэтому проблем здесь таких с наличкой не испытайте. Терминалы стоят почти везде. Даже вот на материке порой трудности с оплатой. Здесь даже на рынках в принципе стоят. Ну буквально 20 минут в Керчи, и вы знаете, Керчь очень сильно удивляет. Так все прям видно, что сюда заносят походу денежки, и город развивается. Это конечно очень-очень хорошо. Решили мы зайти сначала пообедать как следует. И здесь все в таком вот прям грузинском стиле сделано. Даже вот флаг грузинский висит. Здесь рождается хинкали. Покажу вам немножко меню. Вообще на самом деле разнообразное такое, грузинское. Мы будем заказывать харчо. Также у них есть мини-лодочки, где они, вот, детям. А себе еще возьмем хинкали, и одну порцию нам в подарок дадут. Нам принесли хлеб. Называется он шотис кури или кури. Да, по-моему, где кури едем. И принесли Настеньке чай в такой глиняной посуде. Вообще, ну, клево, когда ходишь вот таким национальным заведением. Прям... Что в последнее время мы, где бы мы не были, везде грузинское. Да, грузия нас преследует. Это намек, Настена. Пора яйца. Принесли нам узвар. Ну, либо компот по-другому. И соус с ацебели, да? Угу. Настеньке принесли харчо. Очень густой. А какое вообще оно должно быть? Жидкое или густое? И оно не такое красное, оно такое коричневое, да? Ну, да. Давай, пробуй. Ну, че? Ну, прикольно. Сегодня у нас были ели рисовую кашу. Или опять рисовая кашу только с мясом. Рисовая каша по-грузински. Мне принесли теперь харчо, сейчас я попробую. А еще пока я садил, жидал, посмотрите, здесь есть инструкция, как правильно есть хинкали. Вот кто не умеет... Кстати, костики есть нельзя, да. Вот, можете почитать. И еще прикольно, смотрите, запрещено использовать вилку и нож, съедать хвостики, есть с хлебом и другим аккомпанементом. Это самостоятельное блюдо. Есть холодные хинкали. Так что быстрее едим суп, скоро принесут хинкали. Итак, пробуем. Честно говоря, везде пробуешь, везде все по-разному готовят харчо. Я даже не знаю, каким оно реально должно быть. Это вот прям густое и на цвет не красное. Ой, смотри, какие маленькие классные. Очень вкусно. Смотрите. Детям принесли хинкали. Это мини порция, такие маленькие-маленькие. Ой, бачукури. Это вообще тарелочки. Ну и принесли нам долгожданные хинкалики. Вместе с соусом. Мы сейчас их попробуем, отведаем. Ммм... Намазываем на хинкальку. Что там написано? Передерживайте. Чтоб не допекало. Таких вкусных. Короче, надо было брать много хинкали. Ммм... Говори. Худеем, девочки. Худеем. Лето на дворе. Разве тут похудеешь? На пхэ. Мы на пхэ. Проверили хинкали. На правильном похудении. Ммм... Ну и традиционное, что мы ели, насколько вышло. Не знаю, всего лишь 1100 рублей. По мне, так очень... В столовке дорожек поели. Вообще классно. Сытые, довольные, отправляемся дальше покорять центр Керчи. Мы подошли к этой церкви. Как я говорил ранее, невозможно пройти мимо. Очень хочется ее посмотреть. Когда мы здесь гуляли, как-то к ней не подходили. Сразу пошли на метридатскую лестницу. А сейчас вот погода позволяет. Можно подойти поближе. На самом деле, я так понял, что даже можно вовнутрь туда попасть. Я думаю, заходить не будем. А пойдем дальше. Гляньте, какая красивая. Такой прикол. Здесь, смотрите, спуск для коляски. Зачем он здесь нужен? Если его здесь вообще нигде нету. Вот вообще красавцы просто. Учудили. Мы попали на набережную. Здесь такая вот атмосферка парковочная. Но если идти вот в ту сторону, там будет сквер и, собственно, набережная. Там есть аттракционы. Пока Мирончик спит, мы, естественно, на лестницу не идем. Вот, поэтому будем гулять здесь, по набережной. Смотри, здесь прям на воде много всяких кафешечек, ресторанчиков, где можно посидеть, покушать. Здесь, видимо, отель. Шикарное панорамное остекление. Вообще, такой вид, наверное, там прекрасно открывается. И здесь же какой-то ресторанчик. Вот еще ресторанчик. Здесь вот катера на прокат. Можно брать Крымский мост. Вот он виднеется у нас. Вот, пожалуйста. На таком большом ходу шел, что вот люди даже и остановились. И мы типа, мол, типа, ты что не останавливаешься? И здесь, кстати, отличительная прям особенность. Это то, что здесь нет никаких зазывал, которые вам будут с вами рядом идти. Говорит, давайте покатаемся, давайте покатаемся, давайте покатаемся. Здесь вот так вот, тихо, спокойненько, туристическая аллея, лестница Митридат. Скажите, как если ты достался своей лестницей? Да, сейчас туда сходим обязательно. Просто видите, где бы ты ни оказался, ты везде видишь эту вершину. Там находится смотровая площадка. Сейчас тоже туда сходим, все посмотрим. Параллельно с набережной, посмотрите, есть какая аллейка, где такие сердца, и они светятся вечером. Скорее всего или нет? Нет, на самом деле они не светятся, я не вижу на них гирляндочки. Жаль, конечно, мне кажется, вечером, если бы они подсвечивались, это было бы очень-очень атмосферное место. Но, к сожалению, почему-то не сделали. В этой части набережной есть куча всего для детишек. Аттракциончики, прыгунки, всякие вот автомобили, тиры, вот такие вот аттракционы. Дальше начинается опять аллея, которую уже подсветили. Вот я отсюда даже вижу, что там есть гирлянды, куча всяких заведений. В общем, здесь можно привезти ребенка. Даже, кстати, есть этот веревочный парк здесь. Мирончик проснулся, начинаем подниматься. Сейчас снова напишет, ааа, где коляска, почему Настяка тачит малыша. Ай-яй-яй, славян, славян. По лестницам, по коляскам не поменяется. Как это? Ездят люди по лестницам с колясками, ты что? Ну вот, комментаторы, которые пишут, они, видимо, по лестницам, прям, вот, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вообще прекрасно. Вообще еще под ремонтом, да, сейчас какая красивая стекла. Вот это я понимаю. Вот про что я говорю. Вообще делаю, делаю, все восстанавливаю. Вон он. Здорово, вот можно купить всякие кружки, магнитики, полотенчики, брелочки. Что здесь столько нету? И будем начинать. О, что здесь, лифт на гору. То есть берется машина и доезжается. На самом деле, да, с той стороны можно спокойно подъехать на эту гору. Но мы не ищем легких путей, будем подниматься. Заставили меня пойти за водой, а в итоге вернулся на лестницу. Думаю, где все мои? Непонятно. Пока один иду. Куда-то они ушли. Скульптуры стоят. Сверху, конечно, вид будет открываться просто бомба. Так, здесь их тоже нету. Вот сюда даже можно подъехать на машине. Вот такие скульптурочки. Здорово. С каждым новым пролетом будет открываться вид все интереснее и интереснее. Да, она такая новенькая. Ой, как здорово. Не вижу, правда, для своих. Это плохо. Не знаю, где они. Короче, прикол. Даже поднялся наполовину. Спустился. Хожу, ищу. Настенький телефон у меня заряжается. В итоге только сюда спустился. И вижу их, что они... О, короче, почти дошли. В общем, буду их теперь догонять. Я вот единственное не помню, сколько здесь ступенек. Вот я сейчас снизу прикреплю. Посмотрите. Но их очень много. Даже после первого пролета уже тяжело. Не совсем понял, зачем Настенька пошла без меня. Сейчас догоним ее и спросим. Да, красиво. Очень красиво все сделали. Молодцы. Так. Ну, можно сказать, там осталось чуть-чуть. В кавычках. А их вообще не вижу. Вот опять я поднимаюсь, и они у меня пропали. Не вижу. Получается, каждый просто перила закрывает вид. и ничего не видно. Здесь какая-то решетка. Да, когда мы тогда были, здесь просто была арка. Без всего. Ну, собственно, здесь ничего-то и нету. Вот, про что я говорил. Видите, на каждом крыльце свой вид. Дальше, можно сказать, финишная прямая. Правда, из лесенок. Сейчас повернусь вам, покажу. Видите, Крымский мост. Ой, сегодня море имеет огромное количество цветов. Наверху такой ветер. Вот на вся Керчь. Как на ладони. Дальше. Повыше споднимся. Там открываются еще интереснее виды. Вон, Темка машет стоит. Настенька стоит. Молодец. Видите, какая у меня сильная женщина. Сама поднялась. Стоит Стелла. Бессмертным героем советской родины. Флаги. О! Родион решил дубль два совершить. Спускается ко мне. Одного раза ему мало. Видите, как? И Темка идет. Настяка, давай, ты тоже пускайся. А почему вы меня не подождали? А зачем так делать? Ай. Я же стоял, вас просто там ждал. Я бы мог вообще не подниматься. Я вас только потом аж увидел. Вас не видно. Все перила закрывают полностью вас. Вас вообще не видно. Вот до вот этой точки. Ну, а зачем так делать-то? Там, Тема, что... Я вообще вас не видел. Я вернулся к машине. И что, ждал, стоял. Пока вас кто-то четко не увидел, что это вы идете. Ты купил воду там? В машине была уже вода. Так, все, остались считанные ступеньки. И мы наверху. Вау! Посмотрите, какая здесь красота. Красота. Зачем так делать-то? Зачем так делать? Что? Зачем ты ушла? Правда, зачем ты ушла? В смысле зачем ты ушла? Куда? Постоять не надо меня потом подождать. В смысле где подождать? Ну, там, где я отошел от вас. Моя подождать. Я прошел половину лестницы, опять спустился и пошел к машине вас ждать, потому что я вообще вас не видел на лестнице. Смотрите, как у нас... Перила полностью закрывается. Вот ты сейчас спустишься и посмотришь. Ну, так а зачем ты пошел вообще, я тебе же сказала, а не ходить? Ты в тихану взорнулся, сам себя наказал. На этом месте у нас находится грана начальника. Построена в 1834 году. Вот насмотровая. Крымский мост. Мини такая, да, получается, скульптурка. Вот сюда прям привозят на машине, можете и на своей, в принципе, приехать. Я хочу сказать, что на самом деле людей очень мало. Ну да, тогда автобусы были. Да, автобусы-то стояли, но... Здесь все, естественно, что-то так вот подсвечивается с этими фонариками. Вот он вид Таврида. Таманский полуостров. Сам Крымский мост. И бескрайние просторы. Да, красотища. Я думал, ветер здесь будет пожестче, а там трава горит. Вот здесь он находится, древний город Пантикопей, собственно. Вот и указатель, табличка. Сейчас будем двигаться туда. Здесь, вот видите, можно купить магнитики, еще что-то. Но нам это не нужно. Мы будем проходить дальше. Сейчас сначала подойдем к краю, посмотрим на виды. Здесь, конечно, везде таблички. По кладкам не ходить. Ну, то есть по вот этим вот камням ходить нельзя. Только рядом с ними. Чувствуете, какой ветер сильный? Это на Керчь. Объект культурного наследия по кладкам запрещается. Никогда не ходите. Здесь вот есть такой баннер на русском языке и на английском. Храм Аполлона здесь находился в 510-е годы до нашей эры. Сейчас от них остались только колонны. Несколько колонн. Сейчас то, что дойдем, покажу. Я не знаю, насколько вам будет слышно. Ветер настолько сильный, что просто даже подшатывает. Ой-ой-ой. Так, вот еще один баннер висит. Новый верхний метридатский раскоп. Фундамент древнего дома. Конец 7 века до нашей эры. Вот, собственно, он с высоты. Двигаемся дальше. О, здесь все перегорожено. Раньше здесь можно было прям пройти и пойти. Наверное, какой-то один спуск сделали, потому что я, в принципе, вижу, там люди ходят. Вот они, остатки виднеются. Две колонны только остались. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. А вот, собственно, как это все раньше выглядели. Видимо, восстановили. по каким-то моментам. Реконструкция Акрополя, Пантикопея. А, возможно, здесь все вот так вот восстановят. Пантикопея, столица Баспорского царства. Керчь-Баспор. Вот, сейчас пойдем туда, походим по этому древнему городу. Да, здесь тоже открываются виды шикарные. Здесь, естественно, можно сделать прекрасные фотографии. постоять вот так вот на камнях. Ветер, правда, задувает. Там что-то подожгли. Мы тут пока стояли, подумали, что наверное, вниз не пойдем. уже здесь гуляли, а лучше сейчас доедем до крепости, которая называется Еникале. Тоже классно. А вот там мы ни разу не были. Будет всем интересно. Ну, в принципе, сверху все достаточно понятно. Можно просто поспускаться, баннеры почитать, поизучать историю. Когда мы здесь были, здесь никаких не было табличек, ничего. Сейчас вот классно оккультурили. Начинаем спуск. Смотрите, как нам долго идти. Да, высота, конечно, серьезная. Отсюда просматривается абсолютно все. Будьте в Кище, обязательно посетите это место. Мы едем вдоль моря. На самом деле, там чуть развернулся. и вот оно здание. Я так понимаю, что вот это вот, это самое такое, которое максимально сохранилось. Да. Сейчас остановимся, сфотографируемся. Здесь штормит морюшко. И вот так вот поворачиваем. Ну и, собственно, вот она красота. На самом деле, можно вот прям подняться туда вверх, походить, поглазеть. Ну, вот это, я так понимаю, основная сохранившаяся часть всей этой крепости. Вообще, там есть баннер. Сейчас давайте я попробую дойти туда. Да, смотрится, конечно, очень масштабно. Сидит охранниче. Не знаю, может быть, деньги берет, а может быть, нет. Здесь проходы закрыты. Объект культурного наследия. Так, хоть немножко, говорится, одним глазком посмотреть. Памятник архитектуры фортеца 7 век. Вот. Охраняется государством, повреждение, карается законом. Вот. Ну, здесь почему-то под эту арку проход закрыт. Вот. Крепость Иниколе 1703 год. Подлежит государственной охране. Вот. Такая история. И вот такие стразы, камни, такой камень, вот как ракушечный. Вот в Оленевке, например, все дома, вот, сколько ходишь, сколько ходили, вот из такого камня сделаны. Да, масштабно согласны. Колонны как. Вот это я понимаю. Респект строителям, архитекторам, кто это строил, что постройка дожила, да? Ну, пусть часть постройки до наших дней. Ну, вот, может, дальше идти и погулять. Здорово. Смотрите, как вот на горизонте видно, что море штормит. Сегодня без купалки. поэтому просто сегодня чилим, гуляем, отдыхаем, да? А маленький пробует, крыжовничает. Как тебе, сыночек, нравится? Вкусненький? Вот такой вот купили, 250 рублей стоит. На самом деле, очень вкусный. Да, вкусный крыжовничек. О, пока ходил за стульчиком Мирончику пригорело. Ах! Так, Мирончик прогрессирует. Разбивается, расходчивается. Он уже так долго ходил, не знаю, как. Во, молодец. Пап, ты даже ножку поднимаешь. Давай, давай, сынок. Я море вижу, говорит. Море хочу. У нас сидел салабрадор, а у нас есть, короче, курица одна, которую мы покупали на днях. Ее не хотим есть, вот я думаю, собаке сейчас поддать. Смотрите, какая у нас прекрасная поляна получилась. Здесь шашлык. Так, здесь вон штучки чая, которые мы сегодня купили. Вот эти вообще потрясающие, заваренные, с очень вкусной сгущенкой, салат с авокадо, огурцы, помидоры, все как надо. Шоколадку нужно. Это значит домашнее вино, которое сегодня тоже я буду допивать на стриме. Это домашний компот, это все от Елены Володленовны. Эта шоколадка нам досталась от собачки, которую мы покормили мясом, которое я вам показывал. Сейчас зайдем Настеньку и Елену Володленовну и будем садиться кушать. Елена Володленовна тоже что-то принесла. Это кабачки, видимо, сыр, майонез и еще принесла вот эти помидоры с очень вкусный здесь маринад. Ну, мы все и собрались. Все собрались. У нас всегда кино. У нас все же стены. У нас кино всегда. Что, присаживайся? Можно без меня? Уже нельзя? Да что, никак без вас. Это вообще, как же я не... Четвертый год без вас уже не можем. Да. Искренне скажу, что слова... А ты первый раз. Это вот эта сгущенка. За встречу. За встречу. За нашу. Чтобы все было хорошо. За любовь. Потому что самое главное в жизни любовь. Все через любовь, как с вами. Я даже уже попью. Ничего в жизни не имеет значения, только любовь. Любовь ко всему. Будете здесь? Здесь первым делом возьмите вино. Оно очень вкусно. Буду завершать данный видеоролик. Я надеюсь, вам все понравилось. На самом деле, сегодня очень классно погуляли. Я прямо сейчас погружаюсь в стрим на ютубчике. Даже чуть опаздываю, потому что мы засиделись. Такая приятная обстановочка. Вот, напоследок вам хочу показать вид из нашего окна на всю Тавриду и на Крымский мост. С вами прощаюсь. Говорю вам до завтра. Ставьте лайки, если еще не поставили. Пишите комментарии. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok